Всем привет из Северного Степного Крыма. Сегодня уже 25 июня 2021 года. Время до обеда снега, 32 градуса. В тени. Солнышко же подсушило землю. Полночи ливень поливал. Молнии и гром грохотало, сверкало. Дом дрожал от грохота молнии. Громом. Я сейчас хочу вам показать, кто переживал вчера за пчелок. В общем, эти все позалазили. Одна семейка была сильно выключена, она не успела залезть. И много пчелы смыло ливнем, получается. Косой ливень так лил. С ветром ураганным, северо-западным. И, получается, пчелок много смыло вниз. Вчера я поставил, шифер, кстати, стоит же, на утром убрала постоянно. Поставил я вчера наклон на шифер, подгреб сюда. Тут была куча пчелы внизу, мокрой. Я их, в общем, подгреб, накрыл шифером, помох им. Тут борода так немножко висела, подгреб, к бороде. В общем, они по бороде, поэтому тихонечку все назад и залезли. Эти тоже потихонечку спустились и залезли все улей. Так что не переживайте, все хорошо. Все нормально, пчелки живы-здоровы. С утра он работает на взятке, уже вентилирует улей. Аромат стоит нектара. Пчелки уже работают, шуршат на разнотраве. Шандра цветет, гармала, веснотка и куча других еще растений медоносных. Разнотраве, кусты цветут, жимолость и другие. В общем, идет пыльца разноцветная. В общем, все нормально, пчелки работают. В этой семье матка не облеталась. Роевая матка их не вернулась с облета. Либо там, получается, вышло три маточника, я немножко прощелкал. Либо матки перебили друг друга в баталии, либо не вернулась с облета. Ну, в общем, уже прошел большой срок. Засева нет. Я им дал маточника другой семьи, которая опять повторно в ройку зашла. Где я матку? В общем, где я маток не убирал. Зимовал их, они заходят по несколько раз в ройку. В этом году сезон очень роевой. Приходится выводить. Вчера четвертый раз выводил эту семью номер 6. В этом году уже из роевого состояния. Ну, блин, матку хочу сохранить у них. И чисто экспериментально. Вот мне интересно, сколько раз она будет заходить в роевой. Четыре четвертый раз уже вывожу из роевого состояния. Так ливень лил, кстати, аж улей наклонился. Он был вчера ровный. Наклонился. Ну, там у меня стоит на кирпичах, в общем. Под давлением. Две самулья. Бывает, немножко наклоняется. Но ничего страшного. Это не смертельно. В конце сезона это все исправим, когда уберутся магазины медовые. Откачаются и потом. Поправится, выровняется и все. Ну, это с годами, за 2-3 года такое бывает, происходит. Фу, блин, парится. Под рекой. И что-то. Солнце, когда стоишь. Вообще, все, я хотел показать. Все нормально. Не переживайте. Пчелки живы, здоровы. Все с ними хорошо. То вчера прям столько неожиданно. Там под 4 тысячи просмотров. Все переживали. За пчелок не переживайте. Пчелок я спас. Сам, конечно, намок, но ничего. Сам-то я переоделся. Вытерся и в доме в тепле, в сухости высох, как говорится. Но, блин, спать спокойно. Знаешь, что у тебя пчелок с ним смывает дождь. И они сидят там, мокнут. Тоже как-то, знаете, не знаю. Я бы не смог бы так спокойно спать. Поэтому, говорю, поставил шиферину. Челок подгреб немножко, помог им. Подтолкнул их. Зайти, зашевелил их. Они позалазили. В общем, все хорошо. Но надо следить, принимать меры. Потому что, видите, надо помогать челкам. Не всегда они могут сами перестраховаться. Не всегда они сами могут себя и защитить от всяких бед. Спасибо за просмотр. Скворцы дерево банят. Шелковицу. А я даже один абрикос сегодня. Только что с женой упал спелый абрикос. Один поделили попалом. Там еще несколько штук я видел. Два-три. Короче, вот это все абрикосы. Опять мороз побил абрикос. Мороз побил сливу. О, как можно видеть, сливы тоже. Ну и есть там. Где-то вот у меня есть там. Вон, дозревает сливка. Вот видите, есть единичные сливы. Это буквально единичные. И вот здесь, кстати, вот вверху сильно померзло. Короче, нету сливы. А внизу, вот видите, возле земли сколько сливы. Смотрите. Возле земли, получается, мороз, видно, меньше был. А вот сколько сливы висит. Ну, блин, падает она, падает. А падает. Червячки потихонечку. А вот, видно, кстати, червячки. Подъедает. Сливку дырявят, еще даже не спелую. Ну, и дождей, то, что много подгнивает. А лычи вон. Зато дички хоть бы шоу. Вон, а лыча аж на улей упала, видите. Столько лычи, что аж на улей она легла. А, блин, пришлось убрать шифер, потому что придавило так, что открывать улей невозможно было. Вчера я смотрел матку на облет. Здесь тоже, короче, нету засева. До сих пор матку тоже не нашел. Видимо, тоже не облет. Хотя, смотрите, расположение у них вот такое, к примеру. Ну, ладно, если бы они в ряд стояли, как Володя описал на канале «Учимся пчеловодству». Ну, что, возможно, цвет ульев одинаковый влияет. Но дело в том, что у них расположение это, во-первых, шахматное, во-вторых, смотрите, вот этот улей, к примеру, он вообще находится в стороне. То есть попутать его матка с другим ульем, ну, навряд ли она могла, блин. Они тоже ж не дурные, блин. Они прекрасно ориентируются на местности. И что-то здесь в другом причине. Либо кто-то поедает этих маток, либо где-то там они теряются, не знаю, в воду падают, там машины их сбивают или что-то, не знаю, что-то с ними происходит. Ну, раньше у меня облет был почти стопроцентный. Причем это продолжалось, наверное, лет пять. Потом начались проблемы через время. То нормальный облет, то плохой, то нормальный, то плохой. Вот. И сейчас пришел к тому, что вообще 50% облет маток. Куда они деваются, непонятно. Ну, то есть и раньше ульи были всегда у меня тут, ну, годами были они одинакового цвета, блин. Но при этом был нормальный облет. Не думаю, что это. Все-таки матка запоминает не только цвет улья, но и прекрасно она ориентируется на местности. Ну, я понимаю, если там, к примеру, два улья рядом стоят, ну, она может попутать, соседние зайти. Но когда, знаете, через между ними там полтора, по два метра между ульями и они находятся в разной плоскости, там, я специально так ставлю немножко хаотично их. Вот. Не по струнке, как бы, они, у меня идут немножко так хаотично выстроены. Ну, то есть сейчас вот этот, смотрите, вот здесь вот не облет матка, но она же, вообще здесь нет другого улья, чтобы они зашли. Вот. И вот я ставлю, видите, смотрите. То есть ульи у меня находятся, они не в одной плоскости. Там, 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 там. И эти. Также я стараюсь чуть-чуть немножко там чик-чик-чик. Здесь этот ряд более как-то ровно, конечно, поставил, сам-то его не хотя. Ну, здесь вот я оставил. А облет-то у меня вот вот здесь матка не облет, и вот там матка не облет. В облетниках. Понимаете? Вот. А вот здесь, вот, к примеру, матка облеталась. В облетнике. И... Где еще? А, вот там вот. Вот там матка тоже я снимал. то есть стоял, там облетник стоял, матка облеталась. Хотя тоже там, как бы, видите, то есть одинаковые ульи, то есть... Ну, там она облеталась, здесь нет. Ну, я не думаю, что это связано с тем, что ульи одинакового цвета. Не думаю. Они-то расположены все-таки не в ряд. Если когда в ряд на прицепе, там, ну, или так в рядами стоят, тогда да, конечно. Там облет плохой из-за того, что матки путают часто это. А так не думаю, что из-за этого. Какая-то есть другая причина. Причем я общаюсь с другими пчеловодами, как бы, тоже жалуются на плохой облет маток по степи у нас в этом году. Также ройка у всех жесткая. И также на блюд маток плохой. Жесткой ройки нету такого у тех, кто делил сильно пасеки, разбивал, дробил, восстанавливался. У тех как бы нет жесткой такой ройки. Но все равно есть семьи, которые заходят в роевое состояние. Они без этого и рои улетают. В общем, сезон довольно-таки роевой. Как-то так. скворцы деребанят шелковицу. Ой, сейчас вижу. Здесь у меня черная шелковица. Ну и самая главная задача это создавать тень. Но она еще вот, красота. Крупная. Сладенькая. Сладенькая, не передать. Словами, просто какая она сладенькая. Так что, угощайтесь. Я больше вот эту люблю, сейчас покажу. Вот эту больше люблю. Хотя и эту тоже мимо не пройдешь. ммм. Какая она сладенькая. Жара наша началась. Я вот эту люблю. Вот такую беленькую. она гораздо сладче. Вкус совсем другой. Чуть-чуть вас подразню. Никого нет шелковицы. Приезжайте вообще. Кушайте. На здоровье. Приезжайте в Крым. Кушайте шелковица. Ммм. Все. Пошел. Пробовал я, кстати, там садить шелковицу несколько раз. Блин. Пропадала она и все. Посадил в итоге абрикос. Для чего? Для того, чтобы вот видите, как хорошо пасека стоит в тени. А вот там вот часть пасеки на аске полючьем солнце. И вот мне сюда так очень не хочется ходить. Это вы просто не представляете. Для меня то есть идти сюда работать это либо я ловлю либо утром, либо вечером, когда уже солнышко. но это прям вечером это совсем уже когда садится уже перед самым закатом. То есть мне приходится ловить. Либо пока она еще там с утра получается. Вот видите, уже все, она здесь уже. Сколько там сейчас? Часов 11, наверное. Ну, уже вот здесь уже все. А с утра получается пасека очень хорошо работает на взятки и грех туда лазить, потому что это минусует мой мед товарный. То есть стараюсь я уже ходить к пчелам ближе во второй половине дня или под вечер, когда уже они натаскали нектара, чтобы не избивать им ритм работы с утра. А утром лазу только в крайнем случае, когда какие-то крайние эти. Вот. Пытаюсь вырастить абрикос здесь. Посадил. Ну, принялся абрикос вроде. Фу, блин, принялся. Когда он вырастет теперь непонятно. С чего здесь вырос такой абрикос как тот. Он создавал бы мне тенечек здесь. И я здесь работал. Чтобы у меня работа была по кайфу. Потому что когда я там работаю, тенечки, здесь вот работаю, это более-менее еще приятно. Но когда я уже перехожу сюда, в эту часть работы, то здесь я, конечно, помираю, блин, и проклинаю все на свете. Особенно сейчас жара начнется, аска такая, надо мед будет отбирать, откачивать. Ну, в принципе, мне надо было лазить опять же вчера, перебирать это. Я ловил такие моменты вчера перед грозой, перед самой, я трусил семью, кстати, миролюбие пчелы. То есть вся пчела уже сидела в ульях, уже надвигалась гроза, она уже здесь уже была. Короче, я трусил эту семью, ломал в общем, ковырялся в ней и ни одна пчелка не возмущалась. Они, конечно, там жужжали, возмущались, но ни одна не ужалила. То есть все нормально, руки целы, все хорошо. Это по поводу миролюбия. Не хочу я никаких злых пчел, водите их где-нибудь там в лесу, пусть медведей гоняют у вас. Спасибо за просмотр, всем пока.